Уже пятый год проходит эко-перезагрузка. Столько же и существует организация творческие многодетные семьи Пушкинского. Конечно, сначала все было скромнее. Многодетные обменивались вещами между собой, потом проводили сборы и раздачу в маленьких помещениях, а после появилась возможность организовать домик культуры в Ельдигино. Тут эко-акция прижилась и пользуется спросом. Там шапочки, вешалки. Здесь по центру у нас стоят игрушки, велосипеды, то есть все для детей. На лесенке у нас стоит обувь, очень удобно. И здесь есть огромные большие столы, на которые мы все раскладываем, то, что не помещается на вешалке, либо мелкое что-то. Привозим с собой большие корзины, в которые мы кладем игрушки, либо мы используем пианино, тоже как полочку. Мы даже используем баннер, потому что что-то большое, высокое, тяжелое, мы можем на него повесить. В ДК просторное и светлое помещение, что идеально подходит для эко-перезагрузки. В рамках эко-акции принимают чистые, неиспорченные вещи, обувь, игрушки, коляски, велосипеды и многое другое. Тут формат свободного входа и выхода. Посмотрел, что понравилось, померил и забрал. Все довольно просто. Как узнали, у меня здесь работала знакомая, подружка моя, Валюшка. Она мне сказала, что сегодня будет акция, для тебя там приготовили. Я пришла, и мне уже готова, и сумочка была. Я только померила и положила. И посоветовали взять вот эту эксклюзивную игрушку. У меня дома очень много мягких игрушек, но и это будет не лишнее. Не стоит спешить выкидывать ненужные вещи. Если они хорошо сохранились, то могут точно пригодиться кому-то еще. Например, как в случае Юрия Юрасова. На этой эко-перезагрузке ему повезло. У Юрия на днях родилась дочь, и теперь покупать коляску и переноску ему не надо. Здесь нашлись обе вещи в отличном состоянии, белого цвета. Для девочки подходит. Красивая коляска как раз будет очень-очень даже вовремя, очень кстати. А что вообще в целом о таких акциях? Ну, конечно, конечно. Ну, во-первых, я как волонтер тоже участвую в этом, потому что помогаю, рассказываю этим людям. Во-первых, вторая жизнь таким вещам – это очень полезно, это очень нужно. И самое главное, очень важная такая деталь – люди, которые берегут вещи, скажем, кто-то пользовался, но если он бережно относится к этим вещам, то она еще прослужит еще долгие-долгие года. И поэтому вот это тоже воспитывает бережное отношение к вещам, к одежде. И это тоже очень как бы подстегивает людей. Я думаю, это тоже очень полезно. В рамках эко-перезагрузки творческие многодетные еще и прививают детям заботу об экологии, проводят небольшие лекции, показывают тематические мультфильмы и организовывают интересные акции. На этот раз из собранных крышек на асфальте перед ДК выложили название округа, сердце и цветочки. Для детей это увлекательный процесс. Старались подбирать все по цвету, чтобы получилось красиво. Изначально я всегда чистила речки. Это наш город, он должен быть чистым. У нас приучали это с детства, мы еще когда были пионерами, сдавали макулатуру. То есть это сейчас возрождается, слава богу, пунктов все приемы все больше и больше. И поэтому нам в крови. Поэтому все, что можно сдать, все, что можно приобрести в второй жизни, чтобы было меньше мусора, вот это все у нас таким снежным большим комом, все больше и больше, все лучше и лучше. Совершенствуем все. Сейчас мы приучаем к этому детишек. Уже давно организация творческих многодетных семей Пушкинского хочет провести большой экологический фестиваль. Надеются, что в ближайшее время все-таки удастся задуманно осуществить. Хотят привлечь больше людей, рассказать об экологии, зачем нужно сдавать на переработку, где и как это сделать в округе. Акция «Экоперезагрузка» будет работать до 19 июня включительно. Поэтому на выходных можно прийти в ДК и найти что-то интересное и необходимое себе. Евгения Коломец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.